Итак, ребят, у меня для вас видеоблог, и на этот раз вопрос не от одного, а от сразу нескольких людей, с которыми я общаюсь на странице в Facebook. Множество людей говорят одно и то же касательно генетического предела. Правда все это или нет? Относится ли это к тем, кто достиг линии плато, к тем, кто не может набрать, как бы ни старались? Этот вопрос, который задавался, наверное, с самого начала истории современного бодибилдинга. Каждый хочет знать, в чем же дело, если хоть какая-то правда. И если вы изучаете это, начиная от подхода ученых, от научных исследований и до личного мнения бодибилдеров и прочей фигни, у вас будет размытое понимание. У каждого человека свое мнение на этот счет, играет ли роль генетика? Или это просто оправдание для ленивого человека за то, что он не в форме? Давайте разберемся в этом. Что мы знаем о генетике? Генетика позволяет каждому из нас наращивать мышечную массу. Мы говорим о различных типах волокон. Эти волокна в теле, которые бывают быстрыми или медленными. Быстрые волокна — это ваша скорость, ваша взрывная сила. Это то, что строит ваши мышцы. В то время как медленные волокна — это ваша выносливость, ваши марафонцы. Они дают вашим мышцам способность продолжать работать в течение длительного периода времени, а быстрые волокна — просто взрывная сила. Генетически у вас предопределено максимальное количество тех или иных волокон. Для некоторых это генетический дар. У вас также есть нейронная эффективность тела, потому что если организм быстро реагирует на что-то, то вам повезло, вы с этим родились. У вас также с рождения есть проводимость кислорода в мышцах, способность перерабатывать и перезапускать уровни АТФ в мышцах. У вас есть ваши скелетные мышцы, у вас есть ваша плотность костей, у вас есть ваш уровень гормонов. Все это индивидуально. Все это принадлежит вам. И еще внутри каждого есть генетические мутации. Все эти элементы — ваши генетические дары, генетический код. Вы желаете поменяться, боретесь за эти несколько процентов изменений, но недостаточно, чтобы произошло хоть что-то. И в итоге вы соглашаетесь. Вы ограничены своей генетической структурой, с которой вырождены. Думаете, это что-то значит? Да нихрена это, блядь, не значит. Все эти дары, весь этот генетический материал, о котором я только что говорил. Вы ведь знаете, что я всегда говорю в метафорах, поэтому позвольте я приведу одну, например. Все это материал для строительства дома. Вы просто пошли и купили все это генетическое дерьмо, и вы можете пойти за ним только один раз. Таким образом вы рождаетесь заранее поставленной партией генетических материалов, поставкой строительных материалов. Речь идет о полной укомплектованности, о запасах лучшего сырья. Ты будешь прочен, как гранит, у тебя нескончаемые запасы дерева. Все это лежит на дороге прямо перед домом, но твои соседи ходят туда всего лишь помочиться. У тебя есть своя земля, которая готова, и пора начать строительство. Ваши соседи ненавидят это, потому что все эти прекрасные материалы лежат на дороге, и их никчемность видят все вокруг. Да, у дома есть потенциал, генетический код, чтобы быть чем-то прекрасным. Понимаете, к чему я клоню, ребят? Те строительные блоки, с которыми мы рождаемся, валяются там, и они бесполезны, пока мы не пригласим сюда строителей, чтобы построить это, сделав нечто могущественное. Таким образом, все просто говорят, о, он генетически одарен, поэтому он выглядит так хорошо. Или, меня уволили, потому что босс ненавидит меня. Ты реально думаешь так? Может быть, посмотреть на то, сколько ты задолжал компании? Или, может, твоя работа дерьмо, поэтому тебя уволили? Или, этот ребенок проблемный, а не потому ли, что у него дерьмовые родители? Да так и есть, родители просто не работали с ребенком, чтобы он стал кем-то. Всегда есть оправдание или причина у каждого. Знаете, кого я люблю больше всего? Ребят, что кричат мне повсюду. Он на стероидах, он на стероидах. Дурачок, что пытается меня притеснить, на самом деле делает комплимент, как по мне. Ибо я осознал и ценю это сейчас, потому что я никогда не принимал этого дерьма. Но все думают, что это так. Не делая этого, я вдобавок внушаю остальным людям не заниматься этим дерьмом. Я, должно быть, делаю все правильно, поэтому я воспринимаю это как комплимент. У кого-то настолько тупое мышление, что он такой, Грег, ты, должно быть, юзаешь стероида, потому что это выглядит так. И правда, я отличаюсь, но разница между мной и ними в том, что весь мой потенциал не валяется на дороге перед домом. Мои кирпичи уже установлены в фундамент. Я из тех людей, которые идут и строят себя, и прилагают усилия. И к чему я... Я говорю о чем-то, что здесь, ребята. Это уже не генетическая составляющая. Это главный инструмент. Вот где истина. Мы говорим об интенсивности. Насколько качественно вы работаете на тренировках. Какие передышки вы делаете между подходами. Что за питание и правильность приема. Эти четыре фактора являются вашими зонами строительства. Это ваши работники, которых вы нанимаете. Они берут все эти генетические дары и все эти материалы и строят чертов дом. Окружающих это с ума сводит. Это заставляет их остановиться. Ух ты, что это за дом? Мне нравится этот дом, хорошо выглядит. Выглядит намного лучше, чем дом рядом с ним. Оба одинакового размера и потенциала. А че, этот дом не подскажете? Мой, блядь, дом. Я подстриг газон, обрезал кусты, я зажег огни на крыше, я украсил кольцо. У другого дома по соседству есть сорняки, и краска облезла, окна грязные и все остальное. Они не вкладывают в это время, не полируют и не делают возможным то, что может быть. Эти материалы ржавеют, хотя могли бы сиять и выделяться. Да, другие дома большие, супервидер на океаны и так далее. Конечно, у вас был этот генетический дар, чтобы построить что-то подобное в этой ситуации. Но дело не в том, где вы начинаете в жизни, ребята. Это то, где вы заканчиваете. Дифференциал. Если вы ребенок, который растет на улице, вы знаете грубый район, и большинство твоего окружения, твоих сверстников отправляются в тюрьму и продают наркотики, так? Но вы прорываете это, и становитесь профессиональным юристом, врачом, даже проспортсмен или что-то в этом роде. Вы начали где-то, здесь, и идете сюда. Вау, посмотрите на разницу. Вот где жизнь. Или вы кто-то рожденный с серебряной ложкой во рту, и тебя... И тебя поджидает наследство родителей. Пройденное расстояние чертовски ничтожно. А кто-то даже с серебряной ложкой идет полный путь и начинает совершенно новую тенденцию бизнеса, и следом это дает ему новую возможность расти. Жизнь — это расстояние, которое ты преодолел. Это не то, где ты начал, не материал, который ждут тебя на дороге. Это то, что вы делаете с этими материалами, этим потенциалом, даром, который дал вам мир. Что ты сделаешь с этим? В Библии есть притча для религиозных людей и прочее о короле. И у него есть состояние, его золото. И вот он уезжает из города, поэтому он делит золото трем разным приближенным. И он говорит, вот тебе 30, тебе 30, и тебе 30. Один человек берет это золото и зарывает его в землю, скрывает его, потому что боится, что его украдут. Он решил, что ничего не выручит из этих денег, и уже запланировал отдать эти большие деньги хозяину позже. Другой человек уходит и ищет, куда бы применить их. И на самом деле он приумножает то, что дал король. Пусть немного, но у него получается. Третий парень, он играет в азартные игры, и он теряет все. И вот король возвращается домой, и он идет к тем людям, где мои деньги. Один парень возьми, и врывается в землю. Вот они все деньги, которые ты мне дал, они в целости. Хорошо, он идет к другому парню и говорит, как ты? Он говорит, я немного инвестировал, и тут деньги с небольшим плюсом. Третий, как насчет вас? Он подходит, я думал, что мне повезет, я играл в азартные игры, и я потерял все. И из трех человек, какого человека король презирал больше всего? Вы, наверное, подумаете, парня, который играл в азартные игры и потерял все. Но больше всего он презрел того, кто ничего не сделал с предоставленной возможностью. Он не жил. Мы все совершаем ошибки в своей жизни, ребят. Мы преуспеваем, и мы терпим неудачу. Это то, что мы делаем. Парень, который инвестировал, все сложилось. Ну и добра ему. Парень, который проиграл, он хотя бы пытался. У него была предоставленная возможность, благословение, предоставленный ему генетический код, и он сделал то, что смог. Понимаете, к чему я говорю? К черту генетику. Если вы попадаете в такую ситуацию, как я не могу прогрессировать, наверное, из-за генетики, то вы тот ленивый ублюдок, о котором я говорил раньше. Это как указывать пальцем на всех остальных. Этот парень лучше меня, потому что он одарен. Одаренность, ребята, это те самые материалы, что лежат на вашем крыльце, а ваши соседи бесятся, потому что их материалы уже давно занесло дерьмом. Реальная сила, которая отличает, запомнит ли человека или нет, это его строительная сила. Ваша интенсивность, ваше постоянство, ваше питание, и последнее, это длина отдыха между вашими тренировками. Таким образом, это фундаментальные блоки, которые берут сырье из того, что может быть мышцей, и превращают его в настоящую стройную мышцу. Так что еще больше может сломать генетический код? Добавим к тому, что у нас уже есть в нашем организме, это наличие реактивных и медленных мышц. Быстрые волокна, их по сути больше, чем медленных волокон, и если делать акцент на быстрых, то можно стать очень сильным. Если копынуть еще глубже, то можно обратиться к науке и сделать биопсию. Да, это очень неприятно и дорого. Вам дадут точный ответ, сколько конкретно в вашем теле тех и тех волокон в процентном отношении, и вам скажут, каков ваш потенциал. Да даже не важно, какой у вас потенциал, он в вашей голове. Ты стартовал к звездам, но приземлился на Луне. В любом случае, ты лучше тех, кто остался там, а ты на вершине. Итак, вы способны на быстрые и медленные импульсы. Есть некоторые люди, у которых больше быстрых, есть некоторые люди, у которых больше медленных. Медленные волокна – это ваша выносливость, способность мышц поддерживать активность со временем, в течение определенного периода времени. Ваши быстрые волокна – это просто взрывная мощь, сила. Людей, которые более генетически одарены быстрыми волокнами, чем медленными, примерно одна десятая населения, одна десятая. Людей с перевесом в медленные волокна также 10%. Здесь у нас естественный круг Где и тех, и тех у нас по 10% Тех, у кого слегка преобладают медленные над быстрыми 15% В их числе и те, у кого легкий уклон к быстрым волокнам Остальное население Земли имеет равную процентовку обоих типов волокна Теперь, если мы посмотрим на бодибилдинг Помимо прохождения биопсии, можно воспользоваться еще одним методом Но он не такой точный И все же отличная замена биопсии Качество информации процентов 80 Правило 80% таково Чтобы узнать, каких волокон у нас больше, нужно сделать следующее Вы берете любое упражнение, которое вам нравится Независимо, что это будет, скамья, рама, что угодно И вам нужно выполнить один повтор с максимальным весом Теперь назовем этот вес X Теперь возьми от этого веса в 80% На свежую мышцу выполни максимум повторов с этим весом Если удалось сделать от 1 до 3 повторов, то у вас экстремально огромный перевес к быстрым волокнам Если от 3 до 6, то легкое преобладание быстрых Если вы идете от 6 до 9, то у вас совсем незначительный перевес к быстрым волокнам Если вы переходите от 10 до 13, 14, то это стандарт Это те 70% людей у равновешенный потенциал Если же больше, вплоть до 20 повторений Отсюда начинается перевес к большему потенциалу медленных волокон, кем бы ты не был, независимо от пола Большинство людей сделает имена в диапазоне от 8 до 12 повторений Потому что так оно и есть И если мы посмотрим на общество во всем современном бодибилдинге Мы прослеживаем закон Дарвина Этот закон назначает выживание наиболее приспособленных И мы становимся все сильнее и больше Вы сами можете проследить это Раньше я жил в Вирджинии, в старом городе В Вирджиния, в этом историческом городе Если вы там не были, то есть много журналов с фотографиями построек 1700-х годов Если обратить внимание на дверной проем, то вы заметите, что он очень мал Придется пригнуться, чтобы зайти Теперь же стандарт больше Мы эволюционируем, ломаем барьер И генетика становится более яркой Но если вы посмотрите на бодибилдинг На секунду, современный бодибилдинг Я не говорю о 60-х годах Ребята соревнуются Мы не смотрим на тех, кто добился чего-то за счет стероидов Совсем нет И по сей день внимание привлекает совсем не это Обратите внимание на естественных культуристов Качество сечения и симметрия И это все без стероидов, что удивительно Вы не увидите слишком много тех, кто действительно подходит и к делу, и к себе критично Нулевой процент жира, контроль воды и так далее Нет, четкие пределы категории Ты увидишь только самую малость таких А большинство будут как коровы на их фоне Только так достигается прогрессия Все иное, лишь подобие Можно встретить больших ребят с хорошими показателями Но это не означает, что у них больше материалов во дворе У них больше драйва У них больше рабочих, строящих его У них больше преданности, у них больше интенсивность, постоянство, отдых, питание Они овладели этими принципами, принимая благословение, которое король дает им в золоте и превращает его во что-то Идя на это, рискуя этим Вот что создает разницу, ребята Поэтому если вы, ребята, пытаетесь набрать вес и все такое И изначально дела идут отлично И тут вы упираетесь в плато Или не можете больше двигаться Это для вас как вершина горы Да, давайте возьмем гору как пример Когда вы впервые поднимаетесь на эту гору Поднимаетесь на Эверест Вы знаете, загляните на нее отовсюду Основание горы, окружность гигантская Есть так много способов подняться И начать набирать высоту Так и в зале Все, что вы сделаете, будет способствовать некоторому изменению результатов Потому что новое Это удар по системе Вы поднимаетесь на высоту Двигаетесь, двигаетесь Вот вы уже прошли не 20, а уже 90% вверх по горе Так много путей было вначале Но когда ты уже у вершины Остается последние 10% Те, что делают всю разницу Теперь путей к верхней точке по пальцам Посчитать их несколько Меньше вариантов, труднее выбрать Придется изощряться Постоянно шокируй систему Плодами будет рост Тебе нужно работать еще тяжелее И это делает разницу между чемпионом и тем, кого забудут И так вы, ребята, работаете Только начинаете это делать Твой первый год будет отличаться Самой большой прогрессией В принципе В год можно будет рубить Набирать по 10 килограмм чистых мышц Это все чей-то опыт О котором нельзя просто молчать В моей голове чистые цифры, ребят Эти 10 килограмм Можно набрать за первый месяц Начало вашей карьеры Делая все правильно Питание, режим, интенсивность и отдых Вы можете получить сумасшедшие цифры Веса мышц В месяц в течение первого года За всего один месяц В течение первого года Это много Смотрим на второй год Вам хочется еще больше Но не тут-то было Коэффициент роста идет на снижение Теперь речь может идти только о половине результатов Что вы получали в прошлом году Третий год сокращает результат на еще меньше процент Четвертый год позволяет вам набирать Совсем небольшие проценты от общей массы Естественным образом Мы можем набрать чуть больше 35 килограмм мышечной массы За эти 4 года Вот и все И этот потенциал Постепенно сходит на нет Так что если вам за 30, за 40 И ваш жир за пределами ста И даже двухста процентов То скинуть хотя бы 5 или 8 процентов жира Будет достижением Так это происходит Поэтому надо брать все свои материалы И делать с ними все возможное уже сейчас Мой дом не такой большой Я обычный спортсмен И приведу метафору тут Я не большой культурист Я просто стройный парень Который максимально использует каждый квадратный метр дома Каждый квадратный метр становится любимым, родным Метры говорят за меня Они как огонь Поэтому когда кто-то приходит ко мне домой Они чувствуют себя согретыми Они чувствуют себя живыми, расслабленными Они говорят, чувак, я могу быть здесь вечно Такого не скажут Даже про огромный дом Где постоянно эхо Много комнат И прохладный воздух Речь о том, чтобы взять то, что у вас есть И максимально использовать это И чем дольше и дольше вы тренируетесь Тем выше и выше вы на этой горе Тем труднее и труднее подняться на самую вершину Именно поэтому кто-то выбирает натуральный тренинг Использовать свой потенциал Естественный дар Как соревнования в старших классах Этот вид спорта, когда вы чувствуете себя Человеком с большой буквы Ты большая рыба в маленьком пруду И вот уже колледж, конкурируя в одном и том же спорте Был пруд, а теперь вроде как маленькое море Типа карибов После этого вы готовитесь к Олимпиаде Может быть профессиональный спорт Теперь вы в Атлантическом океане Конкуренция становится все сложнее и сложнее И уникальнее Где секунды и дюймы Мельчайшей величины в жизни Делают разницу между победой и поражением Взгляните на Майкла Фелпса Тот что пловец и обладатель золотых медалей Однажды между ним и конкурентом Была разница в 0,0 секунды Цена золота и серебра Как ты совершишь подобное Ты не сможешь сделать подобное Рассуждая, что кому-то дано генетически, а тебе нет Дело в мышлении Говоря себе Да насрать, кто и что скажет Я воплощу задуманное Эти чудеса жизни Эти люди в инвалидных колясках Что никогда больше не смогут пойти на прогулку Однажды встали и пошли, потому что сказали себе Я пойду И теперь это предмет обсуждения Ребенок с диагнозом рак мозга Ему дали 6 месяцев на жизнь И все, 6 месяцев Он любил эту игру Астероиды, знаете Там нужно отстреливаться и уворачиваться Такая планка ездит Он играл в эту игру постоянно И когда ему желали доброй ночи Он говорил, что продолжает в нее играть в своей голове Я обожаю эту игру Доктор обещал не больше 6 месяцев Уже священник пришел к нему Прочитал ему последнюю молитву И тут вдруг ремиссия Больше нет рака Он не должен был прожить 6 месяцев Это было лет 10 назад Он играл в астероиды в голове Как бы против рака И бум И он победил то, что с медицинской точки зрения Не могло произойти Как это произошло, я не знаю Если начать говорить, что генетически я не способен на больше рост То так оно и будет, черт возьми Тут речь не о генетике Потому что мысленно вы ломаете барьеры И говоря о тренинге и правильности вещей Тут такое дело Несколько советов здесь Чтобы действительно потрясти систему Взорвать ее Действительно увеличить мышечную массу И все остальное вам нужно шокировать ее Тут 6 вариантов Первое Это медленная амплитуда движения Делайте привычные тебе повторения Сеты, но тяжелее Выкладывайся Медленные повторы Таких 4-6 раз за сет будет Трудно, окей? Меняйте продолжительность тренировки Продолжая тренироваться Уменьшая веса Возможно, у вас получится сделать даже 40 повторов за сет Делайте вещи, которые никогда не делали Одну неделю играйте весами Другую неделю играйте со временем Меньше отдыха между подходами Объедините два сета, но отдохните минуту вместо 30 секунд Возможно, вам понадобится минута 30, но так тренировка станет продолжительной Или чередуйте, минута или 30, или минута 30 Применяйте это повсеместно Следующий совет Изменить промежуток не между подходами, но между повторами Что-то можешь сделать очень быстро, а что-то делай с выдержкой 2 секунды Иногда пампи, будто ты боксируешь с этим ублюдком Включи это в свои циклы Следующая вещь связана с техникой Вы знаете о быстрых и медленных волокнах Так что я предлагаю вам быстрый подъем на бицепс И медленную амплитуду в негативном движении Не пользоваться негативной частью амплитуды Это сверх неразумно Это удваивает качество вашей работы на быстрые волокна Так что негативные акценты есть ключ к дополнительному росту Снижение веса Более тяжелый вес Когда вы напрягли пик бицепса и вес находится в верхней точке Пусть партнер надавит на вас сверху Удерживайте вес и будьте готовы к росту И последнее, что я бы сказал, это базовые движения Движение ног – это отличный пример базы Максимальное задействование нескольких групп мышц Упражнения можно выполнять со свободными весами Или работать в тренажере Вы заметите разницу Тренажер, он дает изолированную работу Только одна группа мышц работает в нем Потому что они сделаны таким образом Приседания, свободный вес Вы используете все, включая мышцы-стабилизаторы Плюс сухожилия Все разносторонние мышцы И становится реально сложно Это база Начни выстраивать тренировку вокруг базовых движений Все эти примеры, ребята, начнут ломать плато И это увеличит интенсивность ваших тренировок Вы знаете, интенсивность, продолжительность, ваш отдых, ваше питание Это рабочие элементы, это рабочие пчелы Это строители, которые собираются взять все материалы генетического кода, которые даны вам И создать самую великолепную структуру, которую вы можете иметь За что вы могли бы гордиться И это все, что мы можем сделать Вы знаете, все остальное не имеет значения Речь идет не о том, куда мы придем в жизни А о расстоянии, которые мы прошли Крек-плит помогаю быть в форме Говоря об этом всем, я загораю, черт возьми Спасибо Продолжение следует...